Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Виктор Иванович Савских, директор Коалитационного Центра ЖКХ Энергетики Министерства Энергетики ЖКХ Самарской области. И сегодня в рамках исполнения государственного задания мы проводим очередной вебинар. Тема нашего сегодняшнего вебинара – индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2024 год. Ни для кого не секрет, что 1 июля меняются тарифы на коммунальные услуги. Значит, как они меняются, почему они меняются и в каком объеме они меняются, мы сегодня с вами и поговорим. Значит, начнем с того, что такое индекс платы. Это показатель, который обычно выражается в процентах, отражающий допустимый прирост платы за коммунальные услуги на определенной территории между двумя определенными периодами. В данной ситуации это Самарская область, это города, сельские поселения, села Самарской области. И временной период с 1 января 2024 года этот индекс равен нулю. А с 1 июля 2024 года для каждого населенного пункта Самарской области вот этот индекс платы свой. Распоряжением правительства 10-11-23 года 31-47 об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги определено, что для каждого субъекта федерации определяется свой предельный индекс платы. То есть, насколько больше должны люди платить за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года. Значит, в первом полугодии 2024 года средний индекс равен нулю. То есть, январь 2024 года у всех ноль. То есть, ничего не меняется. Далее, после принятия этого распоряжения принимается постановление губернатора Самарской области, где прописываются предельные индексы конкретно уже для каждого поселения, каждого города, каждого села. Вот в том распоряжении правительства Российской Федерации было определено, что индекс платы для Самарской области с 1 января 2024 года 0%, с 1 июля 2024 года 9,5%. И утверждено предельно допустимое отклонение по муниципальным образованиям в размере 2%. То есть, 9,5 плюс-минус 2%. Значит, предельный индекс рассчитывается по набору коммунальных услуг. Это имеется в виду, что у нас коммунальные услуги какие? Это холодная вода, горячая вода, водоотведение, тепловая энергия, электроэнергия, газ, твердые коммунальные отходы. Вот это все считается как коммунальные услуги. Значит, смотрите, что у нас получается. Для того, чтобы мы имели понимание, что для нас изменится с 1 июля. Да, увеличатся тарифы на коммунальные услуги. На отопление тариф увеличится в среднем, еще раз говорю, по области в среднем 9,3%. Горячее водоснабжение 11,1%. Холодное водоснабжение 9,6%. Водоотведение 10,2%. Электроэнергия 8,7%. Почему я говорю средне тариф? Потому что у нас в Самарской области более 700 ресурсоснабжающих организаций. И для каждой конкретной ресурсоснабжающей организации устанавливается свой тариф. То есть у нас есть Самара, у нас есть Тольятти, Чапаевск, Новокуйбышевск, Безинчук, Алексеевский район и другие села. Вот в каждом городе, в каждом селе есть свои ресурсоснабжающие организации. И всего их, я еще раз сказал, более 700 организаций. И для каждой этой организации департамент ценового и тарифного регулирования определяет свой тариф на холодную, горячую, тепловую энергию, за исключением электроэнергии, которая определяется на территории всей области. Сразу скажу, что увеличение тарифов на коммунальные услуги не коснется твердых коммунальных отходов. Твердые коммунальные отходы у нас, вы знаете, тоже коммунальная услуга стала. Но она, тариф на твердые коммунальные отходы, остается прежним. Это тоже надо знать. Значит, смотрите дальше. Самара, Тольятти, Новокуйбышевск отнесены к ценовым зонам теплоснабжения. Здесь вместо установления тарифов на тепловую энергию применяется предельный уровень цены на тепловую энергию или мощность. То есть, здесь заключается соглашение между администрацией города и ресурсоснабжающей организацией, какой тариф на тепловую энергию будет. Вот почему у нас по Самаре предельный индекс оплаты за коммунальные услуги составляет 11,7%. Хотя он должен быть 9,5 плюс минус 2%, если плюс, то это будет 11,5%. А здесь на 0,2 увеличено. Почему? Потому что принято те тарифы тепловой энергии, которые не входят вот в этот предельный индекс. Если говорить в среднем индекс какой по области, то он составляет 9,067%. То есть, в среднем по области плата за коммунальные услуги должна подняться не более чем на 9%. Здесь необходимо иметь в виду еще один фактор. Этот фактор называется наличие коммунальных услуг в доме. Ведь не во всех домах есть, допустим, горячая вода, есть газ. Поэтому здесь получается, что в отдельных домах вот этот вот предельный индекс будет еще меньше. Еще меньше. Значит, в среднем по региону, я еще раз скажу, размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не должен превысить 9,5%. Значит, дополнительно к тому, что изменяются тарифы, изменяется и региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Что это такое? Это меры социальной поддержки населения. Это компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги, которая выплачивается льготным категориям. Участники боевых действий, инвалиды, ветераны и так далее и тому подобное. То есть, у кого-то есть 100% оплаты коммунальных услуг, у кого-то 50%, и они получают вот эту компенсацию расходов. Плюс есть субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть, те семьи, у кого сумма платежей за коммунальные услуги, за жилищно-коммунальные услуги, составляет более 22% от всей доходов этой семьи, они имеют право на получение субсидий. Сейчас сразу скажу, что пересматривается вот этот процент, и в Государственной Думе готовится изменение законодательства, и этот процент может быть снижен до 18% или 15%. Что изменится? А изменится то, что большее количество семей будет иметь возможность на получение субсидий. Это очень существенный момент, и если говорить в целом, да, вот сейчас мы попробуем рассмотреть эту ситуацию, вот по Самаре конкретное, 11,7%. Что это такое? Вот мы говорим о рост платежей, да, что это такое обозначает? То есть, если мы возьмем, для примера, образно говорю, за июнь месяц, за июнь месяц, за все коммунальные услуги, холодная, горячая вода, водоотведение, тепловая энергия, газ, электричество, ВДГО, твердые коммунальные отходы, за все это мы с вами заплатили 4 тысячи рублей за все эти услуги. То в июле, в июле, за этот же набор услуг, за те же объемы по ним мы должны будем оплатить, я имею в виду, привязываясь опять к Самаре, да, на 468 рублей больше. Не на 470, не на 480, не на 500, а на 468 рублей мы должны будем заплатить больше. Это первое. Но вот эти 468 рублей, которые мы дополнительно будем платить за июль, это мы будем платеж осуществлять в августе уже, да, значит, здесь те категории, которые имеют право на компенсацию и субсидии, они получат дополнительные средства еще. И вот эти 468 рублей может быть перекрыты, там 200-300 рублей, а они получают в виде вот этих льгот или субсидий. Таким образом, повышение произойдет еще на меньшую сумму, чем определено вот этими предельными индексами. Дальше, я еще раз повторюсь, не в каждом доме есть горячая вода, газ, да, то есть, значит, вот этот предельный индекс будет уже не 468 рублей, как мы считали, да, а гораздо меньше. То есть, вот в этом отношении надо понимать, что это такое. То есть, мы, в принципе, должны запомнить одно, да, растут тарифы, они будут расти, они никуда не денутся, почему? Потому что индексация идет, да, дальше повышается зарплата, повышается стоимость материалов, которые необходимы для пополнения ремонтных работ, да, все это ресурсоснабжающая организация должна как-то компенсировать. Вот если жилищные услуги, а у нас два вида вообще услуг, да, жилищные и коммунальные. Жилищные услуги – это те услуги, которые мы платим управляющей компанией. Это строка «содержание» и коммунальные услуги на содержание. Это жилищные услуги. Вот здесь государство не смотрит за их ростом. Вот эти тарифы на содержание определяет общее собрание собственников по предложению управляющей компанией. Здесь вы должны запомнить одно. Рост ставки содержания может быть на 10%, на 20%, в 2 раза, в 3 раза, в 5 раз. Если вы на общем собрании согласитесь с этим. Почему? Потому что государство не регулирует эти тарифы. Здесь собственники должны сами регулировать эти тарифы. То есть, если у вас есть желание и вы хотите, чтобы ваш дом обслуживался лучше, вы можете увеличить эту ставку содержания, допустим, в 2 раза. И тогда управляющая компания уже будет выполнять больший набор работ по содержанию общего имущества дома. Единственное условие – ставка содержания принимается на срок не менее 1 года. То есть, если у вас было повышение с 1 января 2024 года, то следующее изменение ставки содержания может быть 1 января 2025 года. Если у вас повышение было 1 июля 2023 года, то повышение ставки содержания может быть только 1 июля 2024 года. Если вы такого решения не примете, то тогда эта ставка остается прежней, какая она была. То есть, имейте в виду, вот сейчас посмотрим вот эти предельные индексы для наших городов и муниципальных районов, потому что наши вебинары смотрят не только представители Самары, но и других муниципалитетов. Жигулевск – 11,5%, Кинель – 11,1%, Новокуйбышевск – 12,3%. То есть, здесь самый высокий предельный индекс из тех, которые есть. Но еще раз повторю, потому что здесь нет тарифа за тепловую энергию, и этот тариф идет договорным между администрацией и ресурсоснабжающей организацией. Октябрьск – 10,9%, Отрадный – 11,5%, Похвестнево – 11,5%, Самара – 11,7%, Сызрань – 11,5%, Тольятти – 11,3%, Алексеевка – 11,5%, Безенчук – 11,4%, Богатая – 10,7%, Клушица – 11,5%, Большая Черниговка – 11,4%, Борская – 11,3%. Петра Дубырава – 9,5%, Елховка – 11,3%, Исаклы – 11,4%, Камышла – 11,5%, Кенель Черкассы – 11,5%, Клявлина – 11,5%, Кошки – 11,2%, Красноармейская – 9,5%. То же самый низкий предельный индекс. Красный Яр – 11,5%, Нефтегорск, Пестравка, Приволжье, Пестравка – 11,5%, Приволжье – 11,2%, Сергиевск – 11,2%, Хавросянка – 11,5%, Челновершина – 10,8%, Шантала – 10%, Шигоне – 11,3%. Почему разные эти предельные индексы? Тоже возникает вопрос. Почему, допустим, в Новокуебжске – 12%, В той же Шантале – 10%. В той же Шантале – 10%. Предельный индекс, конечно, повыше и, соответственно, идет рост тарифов. Если тарифы были высокие, то здесь предельный индекс поменьше и, соответственно, рост тарифов в этих населенных пунктах будет меньше. Вообще понимание тарифа, что это такое? Вот мы говорим тариф, тариф, тариф. Что это такое тариф? Тариф – это произведение, отделение всех тех средств, которые организация затрачивает на производство того или иного коммунального ресурса. Это зарплата, это налоги, это закупка материалов и так далее и тому подобное. Вот эта вся сумма делится, делится на тот объем коммунального ресурса, который они выпускают. Если это, допустим, водоканал, то он выпускает холодную воду, выдает, да? Вот эта сумма в рублях делится на объем в кубических метрах. И это получается тариф. Вот для того, чтобы тариф снижался, что необходимо сделать? Ну, во-первых, вот эти расходы надо как-то или сократить, или уменьшить, да? Только тогда тариф будет снижаться. Но возможно это сегодня, но практически нет. Потому что здесь инфляция, надо повышать зарплату, товары растут и прочее, прочее, прочее. То есть нет, не получится. Значит, берем объемы. Второй вариант – это надо увеличить объемы, которые выдаются за те же деньги, но выдается большее количество той же холодной воды. Но ситуация складывается так, что если раньше объемы в основном считались по нормативу, а норматив, вы сами знаете, он всегда выше реального потребления, то сейчас, когда поставили приборы учета практически в каждой квартире, да, да и во многих квартирных домах, они показывают реальное потребление. И это реальное потребление, естественно, гораздо ниже, чем то потребление, которое считалось по нормативу. Поэтому необходимо, естественно, увеличить это потребление. Чем больше потребителей подключено к этой ресурсоснабжающей организации, тем больше идет потребление этого ресурса. Почему, как правило, в городах тариф ниже, чем в селах? Потому что потребление в городе гораздо большее. Там больше потребителей, они больше разбирают тот или иной коммунальный ресурс. В селах это количество ограничено. Оно небольшое, как правило, да. То есть затраты, в принципе, остаются прежними, да, а объем, который выдается, он меньше. Соответственно, тариф растет. Вот что касается тарифа и понимания, что это такое вообще тариф, да. Дальше. На сегодняшний день в Государственной Думе рассматривается вопрос относительно того, что регулировать тарифы на коммунальные услуги из расчета трех-пяти лет. То есть на три года, либо на пять лет. Лучше это будет или хуже? Я думаю, что лучше. То есть увеличение изменения тарифа уже не будет в течение трех лет или пяти лет. Вот в двадцать третьем году у нас первого июля повышения тарифов не было. У нас было повышение тарифов в двадцать втором году, в конце двадцать второго года. А в двадцать третьем у нас не было повышения тарифов. И вот сейчас, первого июля двадцать четвертого, это повышение произошло. Следующее повышение тарифов, если все останется так, как вот сейчас есть, да, будет происходить первого июля 2025 года. Насколько тарифы повысятся, я не могу сказать. Есть прогнозный план, но мы сейчас не будем об этом говорить. Но ориентировочно где-то порядка десяти процентов, а также будет повышение этих тарифов. Много это или мало, да, ну вот мы сейчас приводили пример, да, относительно там 468 рублей. Для кого-то это много, для кого-то это, ну, мало, будем так говорить, да. Но понятно, что люди начали считать свои деньги. А почему мы должны платить больше? Сейчас встал вопрос относительно того, что тарифы растут, а качество их меняется или нет. К сожалению, очень много вопросов к качеству коммунальных услуг. И люди обращаются по этим вопросам, и к нам обращаются, и в другие инстанции обращаются, да. Почему мы платим больше, а качество не меняется? Это тоже вопрос серьезный, и сейчас законодатели подошли к этому более серьезно. В каком плане? Что они сейчас увеличили сумму штрафа ресурсоснабжающей организации за некачественное предоставление коммунальных услуг. Потому что штрафы на сегодняшний день были минимальными. То есть ресурсникам было выгодно представлять нам некачественные услуги, а платить штрафы, там, копейки, да, получая достаточно серьезную прибыль. Сейчас это несколько должно измениться. Они уже будут думать о том, что в случае, если представляют некачественную услугу, то их могут оштрафовать уже на достаточно серьезные деньги. Поэтому вот в этом плане тоже надо быть готовым к тому, что происходит. И еще один момент, о котором обязательно надо сказать. А вдруг, если мы получим квитанцию и там обнаружим, что предельные индексы выше, да, или тарифы не те, что нам делать? Куда нам обращаться? Значит, все вопросы по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги проверяет Государственная жилищная инспекция Самарской области. Значит, вы должны написать письмо на имя руководителя Государственной жилищной инспекции. Или это письмо будет, или через систему ГИС ЖКХ можно написать такое же письмо в Государственную жилищную инспекцию в электронном виде. Прошу проверить правильность начисления платы за такую-то коммунальную услугу за такой-то месяц. Копии квитанции за предыдущие три месяца прилагаю. И тогда вот Государственная жилищная инспекция будет запрашивать всю информацию по объемам этих коммунальных услуг, по площадям, если расчет идет по площадям, да, и проверять, правильно ли произведено начисление квитанции, которую вы получили. И если там что-то будет не так, значит, они заставят управляющую компанию сделать перерасчет. Деньги вам, конечно, не вернут, но квитанции на следующий месяц будет проведена корректировка, и вы заплатите меньше на ту сумму, которая вам была увеличена. Так что это имейте в виду. Если вы сомневаетесь, тарифы правильно или неправильно определены ресурсоснабжающей организацией, значит, это есть департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области. Вы можете туда обратиться и приложить квитанцию, где указан тариф. Допустим, холодная вода, горячая вода, тепловая энергия, электроэнергия и так далее. Поэтому имейте в виду, и там то же самое проверят. Если тариф не соответствует, значит, они то же самое выпишут предписание и заставят их сделать корректировку. То есть вот эти структуры контролируют и тарифы, и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. Значит, подводя итог всего того, что я сказал. Еще раз, с 1 июля изменятся тарифы. Нам, в принципе, не особо интересно, насколько они увеличатся, каждый из них. Нам главное, есть предельный индекс оплаты граждан за коммунальные услуги. То есть насколько может увеличиться наша плата за все коммунальные услуги в июле по сравнению с июнем. Еще раз повторяю. Вот эти предельные индексы определены для каждого города, каждого поселения Самарской области свои. Вот то, что я вам показывал, пожалуйста, вот можете посмотреть, вы поискать свое, свой населенный пункт. Но сразу скажу, что вот муниципальные районы, там еще идет разбивка. Там еще идет разбивка на конкретные села, поселки, станции и прочее, и прочее. Потому что здесь вот райцентры даны, да, но еще раз повторюсь, там есть конкретные еще все населенные пункты. Поэтому посмотрите это постановление, да, и вы определите, какой предельный индекс был определен для вашего конкретного населенного пункта. Дальше не забывайте, что существуют меры социальной поддержки населения. Те, кто получает компенсацию или субсидии, они все пересмотрены, исходя из повышения вот этих тарифов. То есть они тоже увеличены. Таким образом, у многих тех, кто получает льготы и субсидии, вот это вот повышение, в принципе, они могут не особо почувствовать. Это будет где-то порядка 100-120 рублей, может быть, повышение, но не больше. Почему? Потому что это все будет компенсировано мерами социальной поддержки населения. И вот эти меры социальной поддержки населения с каждым годом пересматриваются. Как только тарифы меняются, они тоже увеличиваются для того, чтобы люди могли оплачивать уже по минимуму то, что они потребили. Еще раз обращаю ваше внимание, когда вы получите квитанции за июль. А вы их получите в конце июля или в начале августа. И захотите посмотреть, посчитать вот эти предельные индексы, соблюдены или нет. Прошу вас обратить внимание. Взять июньскую квитанцию. Набор услуг должен быть то же самое. Та же холодная, горячая вода, водоотведение, электричество, газ, тепло и прочее. Но еще обратите внимание на объемы. Потому что в июне вы могли, допустим, потребить 5 кубометров холодной воды. А в июле вы могли потребить 6 кубометров холодной воды. Естественно, у вас сумма платы будет больше. Поэтому рассчитывайте только исходя той цифры, которая была в июне. То есть 5 кубических метров воды. Но если вы сами не можете это посчитать, и у вас какие-то возникли сомнения по этому поводу, не стесняйтесь, обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию Самарской области. И они посмотрят все вопросы, да, и уже дадут вам ответ по поводу того, правильно ли применены эти предельные индексы в вашей ситуации, да, в вашем городском поселении или городском округе, или селе. Неважно где. Почему? Потому что вы должны понимать, что государство вот этими предельными индексами ограничивает рост коммунальных платежей, ограничивает рост тарифов. Если бы государство не ограничило этот рост, то ресурсоснабжающие организации могли бы, конечно, задрать эти тарифы очень высоко. Но государство, понимая значимость этого процесса, еще раз повторю, вот этими предельными индексами говорит, нет, вот есть потолок, выше которого граждане, жители платить не должны. Вот, в принципе, наверное, все, что я хотел сегодня сказать по этой теме. Кому интересно, можете потом посмотреть это в записи. Мы это обязательно выложим на нашем YouTube-канале «Квартирационный центр ЖКХ «Энергетики» для того, чтобы вы могли посмотреть. Дальше. В качестве анонса. 5 июля в 10 часов у нас будет вебинар «Правила пользования общим имуществом дома». И в 11 часов 5 июля рейтинг управляющих компаний Самарской области. Кому это интересно, пожалуйста, подключайтесь и смотрите. Пожалуйста, если есть вопросы, готов ответить. Можете написать в чат или так сказать. Есть вопросы, коллеги? Если нет вопросов, то всем большое спасибо. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok